Всем привет, с вами Агара. Продолжаем проходить с Али Фейс. Очень интересная, загадочная игра. Так, я у себя. Нам нужно выяснить, что за убийство произошло здесь. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им. Погоди минутку. Мы подружились тут с парнем Ларри, который нам помогает отвлечь копов. Готово. Я слышал какую-то толкотню. Похоже, наш план сработал. Теперь иди в 403-ю. Помешали. Пока копы не вернулись. Здесь стоял коп, да, но не давал пройти. Ох, какая жесть. Смотрите. Тут сломанный журнальный столик с книгами. Ну. Что-то у меня зависло. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Так. Фух. Тут тело лежало. Чувак, это просто жесть. И не говори. Что-то почему-то, кстати, подзаедает. Не знаю почему. Ээээ. Кожмар. О, смотрите. Эти лошадки, поньки. Может быть, она у Чарли взяла? Тут эти фигурки. Похоже, одной не хватает. Потому что тут будто бы след от нее в пятне крови. Ну. Хм. Ага, я понял. Как нам его найти? Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Ну, сам дошел. Чудно. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то супер... Какую-то супер-редкую. Это она мне рассказала, когда я ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. Из-за какого-то пони, да вы что, серьезно? У меня от этого чила мурашки по коже. Есть в нем что-то настораживающее. Смекаешь? Ого, жесть. Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк. Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой. А почему снова я? Я ведь уже был 403-й. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Эм, жаробас. Мат не буду читать, ребят. Сами читайте. Ладно, ладно. Сделаю, иначе точно не уснул. Супер. Салли, ты мужик. Вот, возьми этот пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая ее пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? Ха-ха. Не. Я просто слишком много смотрю телек. Так. Мы получили пакетик. То есть, мне прям идти, да, к нему? Окей. Не нравится мне эта затея. Чарли на втором этаже живет? Я забыла уже. Или на третьем? Вести третью. Никого не ду. А, вот Чарли, да. Так. Ну, с... У него тут разные пони. Вот, похоже на ее, кстати. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор поистине великое достижение. О, да. Кроме этого, у тебя нет никаких достижений. Смотри на них, сколько влезет, но отрогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Его лицо. Покер-фейс. Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек? Радужное представление? Лучше мультика и не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки, ох, поняшки, они божественные. Мм, да. Эм, кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж, пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. Слушай, а как мне тебя отвлечь, а? Как же мне тебя отвлечь? Итак. Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты главное не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Можно смотреть. Да, милая квартирка. Это мой личный рай, только я и мои вещи. Вы живете здесь один? Один. Да ты оглянись. У меня отличная компания. А другой мне и не надо. Но вообще, да. Славно, что время отремния ко мне заходят гости. Я скоро вернусь. Так. И чужик. Да, знаю, они шикарны. Ага. Эй. Ну, я не могу взять. Так как мне его отвлечь-то? Слушай, как тебя отвлечь отсюда? Сали, крамсали. Удачи, чувак. Так как удачи-то? Как я его должна отвлечь-то? Квартира, Чарли. Так. У меня есть пакетик. Пластиковый пакет, куда я смогу положить игрушечного пони с комнаты Чарли. Нет, это все замечательно. Узри величия. Да, я-то, Вим, и поняли. Опять, что за поняшки-блестяшки? Блин. Ага, как это пропустить? Да, 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 да. Так. Десятичетвертое. Может быть, нам посмотреть еще раз на месте преступления? Ой, ну все понятно. Кого не хватает? Подождите. Спущусь я как этому парню, скажу, что как там... Он там сидит, я не могу взять то, что мне нужно. Ой, почему я зашла в ванную? Так, там призрака больше нет? Эй. Нет. Ну, здесь было что-то, мы точно это видели. Совершенно точно. Так, Ларри. Дорогой Ларри. Где-то. У Чарли оно не подпустит меня к своим вещам. Я у Чарли. Угу. Хм, придется тебе попробовать по-другому. Есть предложение. Все, что мне известно о Чарли, это то, что он любит есть и собирать вещи. Ладно, что-нибудь придумаю. Есть, есть. Так. А тут живут привидения. Что, опять? Только не это. Это тебе пых рассказал? Нет, просто у меня какое-то странное чувство. А что еще за пых? Толстяк. С третьего этажа. Трудно не заметить. Я призраков не верю. Еще ни одного не видел. Ну, наверное. А то. Включишь? А, опять включил. Открыто достижение металлист. Ха-ха-ха. Еще раз, то есть, если слушаешь, вот тебя достижение, что ты любишь эту музыку слушать. Ха-ха-ха. Ну, он сейчас начнет кайфовать, уйдем. Так, давайте, знаете, что сделаем? Да, 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 отлично. Мы попробуем сходить к Толстяку. Может быть, мы сможем у него забрать колбасит его, в смысле. Может, мы сможем какой-то еды забрать? Или вот здесь? Денег у нас нет на это, да? Где-то еду-то раздобуду. Здесь ничего взять не могу. Ну, на третьем этаже пых. Попробуем узнать что-нибудь. Что с этим связано. Так. Привет, Лиза. Привет, Салка. Где вам? Я познакомился с Ларри. Вы прекрасны, я рада, что вы познакомились, ребята. Я тоже. Хорошо снова с кем-нибудь подружиться. Ларри классный парень. Я знала, что вы двое поладите. Вам чем-нибудь помочь? Хочешь пошутить насчет того, что я так долго тру одно и то же пятно? Но я трудолюбивый человек. Но, если честно, мысли порой куда-то вносят меня, и я теряю счет времени. Круто. У меня так же бывает. Я вижу, ты творческая личность, как и мой Ларри. Хорошо, что вы поладили. Порой я переживаю за него. Из-за чего вы переживаете? О, мне не стоит тебя этим нагружать. Давай думать о хорошем. А там еще что-то было. О чем поговорить? А, ну все, ладно. Никого нет. Где говорите толстяк-то? А! Привет! Я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. О, эм, привет. Я Сал. Только что переехал. Можешь называть меня Салли Крамсалли. Пых. Эм, приятно разнакомиться. Салли Крамсалли. Взаимно пых. Еще что? Как ты получил свое прозвище? Ась, какое прозвище? Эм, забей. В этом доме водятся призраки. Ты тоже что-то видел, так? Да, думаю, видел. Я так и знал. Знал, что я не сумасшедший. Ха! Так ты видел того старика? Старика? Не, по-моему, это просто спятивший бродяга, который иногда спит на пятом этаже. Но я видел много других вещей, чел. Более безумных, чем обычный старый бомж. Типа предметы, которые двигаются сами по себе. Странные звуки и все такое. Я об этом всем рассказываю, но мне никто не верит. Ну, я тебе верю. Ого, спасибо, Салли Крамсалли. Однажды я видел девочку. Ага. Девочку? Думал, это дочь того бездомного, но она просто взяла и исчезла. Вот почему я закрыл ванную на ключ. Слишком страшно. Стоп, у тебя есть ключ от 504? Да, я его на полу нашел. Давай вместе посмотрим. Ни за что я туда не пойду. Там призраки. Может, тогда одолжишь мне ключ? А я гляну, насколько там безопасно. Нет, запросто взять и дать ключ. Но могу его на что-нибудь поменять. Хочешь обменяться? Если одолжишь мне ключ, я дам тебе рация. Ладно. Не хочешь обменять что-нибудь на эту рацию? А она разве не принадлежит Ларе? Я не могу ее взять. Угу. То есть у меня чего-то нет, чтобы с ним поменяться. Ё-моё, как все запутано. Мне нужен как бы ключ от пятого, да? Чтобы она с ним нужна на что-то поменяться. Так. Я еще раз все этажи пройду. Еще раз все этажи заперты. Все заперты, двери. Там есть автомат с едой, но, блин. Мне, по идее, бы это пригодилось. Угу. Странно, дверь закрыта. Ключа у меня нет. То есть мне сюда пока не надо. Бомжа нет. В общем, сюда не идем, пока ключ не трогает. Нашли. Хорошо. Четвертый этаж. У себя дома, может быть, взять какой-то еды? Нет. Там же пакет всей едой у нас были. 401 никого. 402 наша. Так. Ванная снатворная. Мы его не можем взять. Чтобы этому подсыпать, забрать у него пони. Ничего примечательного. Ну, там же еда, которую нужно ему дать. Нет. Не хочет это взять. Никак не хочет. Так. Кисик. Кисик ничего мне не говорит. Здесь тоже у меня ничего нет, кроме кошки. Папа. Папа. Папа спит. Смотреть. По крайней мере, он пытается. Не пьет. Старается продолжать жить. Верить в меня. О, четвертак. Во! Купим еды. Мое. Отлично. Теперь я знаю, где мы возьмем еду. Так. Все, тогда подряд не будем проходить, да? Мы поедем вниз сразу. Так. Сюда. Хотя я по-прежнему голоден. Сберегу-ка четверка. Четвертак, да чего-нибудь другого. А, то есть вот так вот, да? Да. Ага. Четвертак, не, не сюда. Хм. А я-то думала. Ладно, поехали тогда. Здесь мы уже с ним говорили. А может, он на четвертак обменяется? Сейчас посмотрим. Привет, Лиза. А, все, она может со мной не хочет разговаривать. Ну, что там? Хочешь обменяться? Я дам тебе четвертак. О, чувак, ништяк. Так, набери. Ну, вот. Ключ есть у нас. Обменялись хотя бы так. Так. Теперь погнали, да, на пятый. Посмотрим, что тут у нас. Так, подожди, подожди. Пятьсот четвертая. У меня есть ключик. Есть кто-нибудь? Есть? Все хорошо, я тебя не трону. Я друг. Правда? Да, меня зовут Салли Крамсаля. У тебя забавное имя. Ты меня не боишься, Салли Крамсаля? Конечно, нет. Хорошо, а почему у тебя на голове торчат два хвостика? Их носят только девчонки глупой. Ха-ха, кто сказал, что такие прически могут носить только девчонки? Мне, может, тоже нравятся хвостики. Это странно. Я никогда об этом не задумывалась. А ты забавный. Почему ты плакала? Люди всегда убегают от меня, когда я пытаюсь с ними заговорить. Мне здесь очень одиноко. Понимаю, порой мне бывает одиноко. Тяжело быть одиночкой. Но я не совсем одна, у меня есть. Что? Эй, девочка, ты здесь? У меня есть. И Салли Ват. Очень грязная ванна. Гостиная. Ха, может, я найду применение этой штуки. Но сначала мне придется с чем-нибудь ее смешать. Просрочно-слабительно. А, с чем-то смешать. Вот мы ему и дадим. Чтоб забрать пони. Эй. Ты же сказал, не любишь сюда ходить. Пых, ты что здесь делаешь? Задаю себе такой же вопрос. Я думала, тебя пугает эта комната. Да, но тебя долго не было. Поэтому я решила убедиться, что призраки до тебя не добрались. Спасибо, друг. Со мной все в порядке. Славно, славно. Я тут подумал, может, оставишь ключ себе? Я все равно не люблю сюда приходить. Тебе он нужнее. Ладно, я возьму его. Но если он тебе понадобится, бери в любое время. Пару-ка. Еще что-то? Не нравится мне эта комната. Все, да? Так. Девочки больше нет. Она куда-то убежала, испугалась. Слабительное. Нужно с чем-то смешать. С чем? Блин. Четвертак уже отдали. Как я еды-то раздобуду, блин. Подождите. Может быть, опять у себя-то в пакетах сообразишь, зять? Квартира. Бери пакетики. Ничего примечательного. Не хочется он брать. Так, подожди со снотворным. Что мы еще где видели? Ну, даже не знаю. Давайте. Давайте. Что он что-нибудь скажет мне? Как дела, офицер? Бо-бо-бо. Вы не устали так вот весь день стоять? Бурчание. Есть новости об убийце? Если я узнаю, что ты пытаешься подсунуть ложные доказательства, что ж, молись, чтобы я не узнал. Понятно? Спасибо. Ну, поехали. Третий, второй, первый опять обследовать. Ну, и потом в подвал. Нет, я вам Лиза. Привет, Лиза. Так. Это тут опять уже. Привет, Пых. Привет, Сали, Крам Сали. Все? Так, на третьем делать нечего. Второй. Второй, второй. Никого нет дома. Думаю, никого нет дома. Ну, вот кто-то что-то пилит, ремонтирует. Не знаю, пока не отзывается. На наш стук. Никого нет. Двести четвертая. Нам нужно ему подсунуть это слабительное. Я так думаю. Он же... Ой, блин, опять началось это. Ладно, сейчас. Такс. На втором тоже понятно. Поехали на первый. И в подвал. У меня других вариантов вообще нет. Видите, как все осмотрели. Никого нет. Здесь женщина. Ругается, которая... Понятно. Понятно. Да, скоро мне в глаз даст. Так, дастя. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов. Чем могу помочь? А, вот. Чай, Эдисон. Будьте добры, спасибо. Да, минуточку. Во, куда мы смешаем. Во, во, во. В чай. Держите, сэр. Приятного чаепития. У меня есть чашечка. Отлично. Теперь мы можем подмешать туда слабительное. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. Кажется, я знаю, кто это сделал. Ты говорил с тем парнишкой Ларе? К сожалению, я не могу принимать слова подростка судимостью за чистую монету. Но я... Слушай, я ценю, что вы пытаетесь помочь. Но если у вас нет каких-либо доказательств, то не стоит плодить слухи. Ага, пока. Пока. Так, я пошла наверх за слабительным на пятый этаж. Так, да, пятый. Ну-с. Заперто. Почему я в эту сторону пошла, не знаю. Так. Дайте-ка мне в чашечку подмешать надо. Это точно займет того чудака. Давайте. Ну что, мы, получается, смешали. Ну-ка. Чай плюс слабительное. Ага, отлично. Пошлите. Так, он в какой комнате? Это в третьей же, да? Нет, не в третьей. На втором этаже? Что-то я запуталась уже. Что-то я запуталась уже. Стучать? Подожди. Да, квартира Чарли. Так, чувак. Итак. Подожди, а почему я-то не могу тебе отдать-то? Опять про коллекцию. Почему я не могу дать ему эту слабительную? Или он про какого чувака говорил? Замет того чувака. Что-то нету, чтобы дать-то ему. Чашку чая. А, вот, да, эту чашечку мне дал. Вот почему-то странно, но этот диалог появился. О, обожаю чай, Эдисона. Давай сюда. О, прекрасно. Ах, как вкусно. Расслабляет. Ага. Расслабься полностью. О, что-то мне стало тяжеловато сидеть. Давай, беги. Ой, кажется. Мне нужно бежать. Сейчас же. Не, трогай ничего, пока я... Просто ничего не трогай. Да, конечно. Игрушка у меня. 1-0. Так, мы ее сперли. Дашь, ты чего? Чего интересного? Просто коллекция пони, которые собирает жуткий мужик. Ну, она сейчас поймет, что это я взяла. И чего? Увидит, что одного не хватает. Нам капец. Так, Ларри. Я достал игрушку. Отлично, мистер Ловкач. Я знал, что ты справишься. Спасибо, чел. Я там даже на секундочку занервничал. Еще бы. Осталось только отдать ее детективу и дело сделано. А, да? Ну, ладно, увидимся. Отдать детективу. То есть, ты считаешь, что это доказательство? Ну, попробуем отдать. Ой, подожди. Детектив же на первом этаже. Пошла к месту преступления. Здесь просто полицейский. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. У меня есть улика. Посмотрим. Это из квартиры Чарли. Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже заглянул. Он показал мне свою коллекцию игрушек. Я заметил, что на одной из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследованию. Поэтому и положил ее в свой пакет из-под ланча. Так, так. Юный детектив берется за дело. Ха-ха. Неплохо, пацан. Прямо это к сведению. Но давай в следующий раз ты сперва сообщишь обо всем нам. А не подвергнешь себя опасности. Хорошо, сэр. Договорились. Хм. Так. О. Сюда мы еще не ходили. Можно уйти. А зачем? Ну, давайте попробуем. Детектив. Отлично. Работа слал. Можешь спать спокойно? То есть... А-а-а! Его арестовали! Ух ты. Я не виновен, клянусь. Я думал, мы друзья. Хм. Поблизости никого не было. Так что я заглянул в окно фургона. Морг. А-а-а! А-а-а! Боже! Доктор Роткин. Подобное зрелище уже снят любого. Что уж говорить о подростке. Пятнадцать лет стать свидетелем двух чудовищных сцен. Это наверняка оставило свой отпечаток. Ему пятнадцать. Я думала, меньше. Чарли обвинен лошадь. Да, возможно. А еще спустя годы были найдены новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Невиновный человек, столько лет просидевший за решеткой. Что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Угу. Ты уже говорил. А что насчет Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться. Потеряли связь после выпускного. Даже не знаю, где он сейчас. Кажется, тебя напрягают упоминания о нем. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же раз, из раза в раз. Мне казалось, вы должны помочь мне. Я понимаю твое чувство, Салл, правда. Я хочу помочь тебе, но вижу, что что-то не дает тебе двигаться дальше. Я не могу помочь тебе, если ты не будешь до конца откровенен со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да, возможно. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Подождите. Я. Ларри. Прости. Здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, прибереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последняя перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Судом. О, Боже. Москва, пять недель. Я не думаю, что ты убийца, Сал. Похоже, только вы так и думаете. Вау. Вот это сюжет. Первый эпизод, ребята. Первый эпизод. Ну что, дорогие мои, ждем. Я вас уже предупредила. Вы. Не думайте, что эпизод есть, а я его просто не записываю. Эпизод выйдет. Даже примерной даты нет. В середине написано 17-го года. То есть, не раньше лета. Поэтому. Очень интересная игра. Вы знаете, она даже в какой-то степени пожестче, чем Фрэмбоу. Ну, интересная. Мне нравится. Я хочу узнать дальше, что же случилось. Почему с психиатром беседуют. У него суд. И думают, что он убийца. Жутко интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилась игра, не забудьте оценить ее. Поставить лайк. Пишите ваши впечатления, комментарии. С удовольствием почитаю. И до скорого. Пока-пока.